всем привет у нас очередная прогулка на природе можно сказать конец мая сегодня 21 число до лет остается 10 дней но тем не менее природа уже вся благоухает ты мы всегда в деревне вышли на прогулку хочется отметить что последние годы через к деревне возрос ну конечно плане отдыха плане строительства загородных домов где раньше был пустырь сейчас размечены участки уже вот построена пусть ему здесь уже три дома ну и дальше вот сюда участки тоже заняты где раньше было поле тоже часть поля отвели под застройку под и же с поменялось назначение земли разметили участки насколько я знаю многодетным семьям выделили вот здесь землю вот уже первый дом встал как года два назад ну год точно так что земля нынче востребована там где природа там где здесь у нас плакат какой-то пребывание до 21 то есть до сегодняшнего дня обработана пестицидами наверно от клещей обрабатывали так что народ ковыряется пытается там сажать строить возводить с детьми с инструментами что-то делают то есть вот там вдалеке стал стал бы стоят то есть вот несколько участков размеченным под будущую застройку не удивлюсь что когда-нибудь через десять лет и все вот эту пользу ведут под застройку будет какой-нибудь огромный дачный массив со временем честно говоря там еще лет десять-пятнадцать назад были мысли что вот когда-нибудь здесь начнут вставать дома им так и произошло сейчас каждый кусочек клочочек земли остается без внимания все присматривается все администрация контролирует все если раньше можно было просто взять там бесхозный кусок земли распахать спокойно сажать там чего-то никто слова не скажет сейчас конечно было так не получится такие вот дома погона жарко уже жарковато в тени 25 по моему рисовали на солнце конечно тоже гуляем загораем ослаждаемся природой даже не верится что через 10 дней уже у нас начнется настоящее лето нам уже по сути сейчас следующую неделю ожидается прогнозу жаркой до 31 градусов будет уже как все как надо конечно обидно стоит пара пролетает очень быстро вроде только начинаешь наслаждаться все все этой обстановкой июнь пол июля уже потом все поменяется если жаркая погода все это благоухание быстро увядает начинаешь понимать что дело к осени нас вот такие пейзажи так понимаю что то засажено вот на на этой части поля такая у нас грунтовая дорога здесь укатаны кустарники деревья дубы одним словом просторы свежий воздух никаких промышленных загрязняющих предприятий но в радиусе 10-15 километров точно нет воздух здесь намного чище чем в городе тут машины какие-то за нами едут тем не менее люди везде снуют везде ездит машины там где-то еще одна машина была виднеется там беленькая вот такие места мы посещаем гуляем двигаемся стараемся поддерживать себя форме сейчас уже неделю как каждый вечер делаем прогулки где-то по ну в районе пяти километров надеемся что это войдет такую традицию ну просто чисто для себя для поддержания форма здоровья полезно для дыхания в эпоху всяких вирусов эпидемий пандемии конечно понимаешь что без этого никак что наконец нужно укреплять иммунитет все вот эти к виды показывают что иммунитет он вообще никакой у людей растут разные кустарники называемых акации такие невысокие то у нас дубы жида дубы колдуны вообще лес у нас разные смешанный сосновый много березы по ощущению вот раньше осин больше было осиновых участков почему-то они отходят почему-то осина погибает это есть и дубовый лес в общем разные деревья смешанный сэрп жир в общем пройдем сейчас несколько километров потому что уже наверное вечером не будем ходить по настроению может еще и вечерком пройдем хочется скажем так своим примером наверное показать что двигаться нужно ходить нужно конечно не по принуждению по своему желанию просто показать что это ни в коем случае не вредно всегда есть выбор посидеть на диване да там или выделить час времени просто пройтись смотреть пейзажи красивые увидеть что-то новое еще несется за нами джипарь такие вот дела какие джипы джипы ездит просто как это как на бродвее еще один джипарь такой вот казалось бы да там в глуши где-то в деревне и все равно куча людей куча машин всех что-то ищут ездит смотрит все показатель того что людям нравится отдыхать на природе вот нам навстречу машина как как на городской дороге машина туда-сюда туда-сюда люди тоже хотят отдыхать смотреть впереди опять автомобиль снимаем поле пока вид вид на деревню пылища такая и даже даже здесь до культуры никакой абсолютно человек пронесся как городской на напылил можно проехать потихонечку осторожно нет летят торопится опять же думает только себе большой минус 100 человек естественно думает прежде всего себе не отдавая природе ничего взамен употребляя естественно природа отвечает тем же последние годы мало грибов мало ягод погода конечно такая непонятная поэтому естественно везде мусор везде уже не раз об этом говорили что потребляя нужно что-то восполнять поэтому если баланс нарушен значит ничего хорошего не происходит все конечно мы рада что живем в таких живописных местах то то и волга недалеко да мы все это проезжаем жигулевские горы самарская лука там мы еще не были можно сказать вот но это тоже очень интересные районы интересно было посмотреть но появляется время все равно выходим на природу приучаем детей конечно лес лес конечно он заболевший намного грибка разного такого очень много опять машин до назад возвращается вот это сказать реальный пример просто вышли прогуляться уже четыре машины проехала просто туда сюда тоже несутся она не поворачивает ну как бы нет такого как бы спокойного размеренного поведения людей люди люди прям как вот дикие что ли сказать вот врываются на природу и стараются взять от нее максимально ну ладно как есть мы просто наслаждаемся просто гуляем смотрим какие деревья растут какие животные бегают вот такой небольшой фрагмент одной из прогулок которые мы совершаем 21 мая ну просто интересно что вот что вот за столб стоит посмотреть сколько лет можно сказать живу здесь ну жил по крайней мере до конца не знаю что это такое прочитаем аммиака провод оксан знаешь куда идет тольятти одесса да есть труба под землей идет он еще машины едет охранная зона аммиак токсично опасно для жизни филиал привозка управления уао транс аммиак тольятти вот кабель связи а 7 метров аммиакопровод 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 еще кабель связи идет 7 метров от столба что мы можем туда дальше пройтись кстати хочешь нет наоборот ну на обратном пути то есть аммиака провод тольятти одесса украина и украин интересно каким образом если вообще украина в другой стране идет почему-то на восток муж как-то огибает солнце горячее конечно немножко загорим под загорим ну конечно так быстро растет еще недавно травка была маленькая уже в зелено прям глазах растет я вот засекал по моему вот до этой опушке полтора километра от дома нормально 2 километра раньше делал пробежки каждый вечер вот от дома добегал до этой опушке леса и обратно по этой как раз дороге такая тренировка была по пересеченной местности причем бегал босиком него бы босиком сейчас еще дойдем он там высоковольтной линии есть вот уже дошли до соснового леса береза конечно есть интересно конечно вот природа она они отдыхаешь позволяет отдохнуть дышать в разное время года она интересно по-разному осенью красивых летом обалденно зимой тоже по-своему хорошо очень интересные пейзажи но если радуется глаз то наверно тоже отдыхаешь вон видно край жигулевских гор как раз район красной глинки тому права да отсюда с этой точки даже край самара видно камеру это не передаст но вот за этими горами раз вот край города видно самары так что таких вот живописных местах мы находимся живи ковыль ковыльца идет от травка с колючками с острием вот эти стрел которыми раньше бросались мы в детстве целые пучки нарывали и друг другу так в одежду нас как втыкаются эти вот острый когда целый пучок нарвешь он тяжелый как бы и так про втыкаются много здесь ну ковыль тоже полезная трава запах какой же завтра травной запах вот это просто обалденный перемешку сосной где вот можно дышаться это клубничка немножко цветет земляничка конечно кто вот любит такие прогулки можете написать как как вы совершаете в каких местах конечно тоже интересно было на велосипедах так прокатиться уже классно нет ну и пешком по-своему интересно где-то сверчок да возле дороги сидит сверчок чирикает свистит стрекочет такой достаточно длинное поле она узенькая но там она будет расширяться но ведь раньше все это за что засаживалась с пшеницей рожью было кукурузой немножко прогуляемся в ту сторону как раз у доска вольт на линии ну естественно как бы вопрос любая дорога она куда-то видит вот та дорога по которой мы идем она идет в соседнюю деревню правда это уже другой район Самарской области село Пискалы там уже Ставропольского района то есть как бы что к Тольятти относится вот ну и там можно выйти на дорогу выехать точнее на Тольяттинскую дорогу вот а многие сокращают путь именно здесь проезжают из Самары не знаю кто-то иногда вот проезжает здесь на Тольятти вот тут вот уже поле прерывает с оврагом просто как бы распахано не знаю засеяно чем-то нет или просто скультивировано конечно это места моего детства в принципе тут мало что изменилось но раньше более активно посещали лес в плане ездили за дровами грибами да вот блиничка есть опять же это все из поколения в поколение передается то есть дедушки бабушки там нас приучали там сейчас мы своих детей приучаем не боятся леса правильно вести себя в лесу понимать природу ну и бережно к ней относиться потому что другого отношения природа к себе не терпит ну и вот мы доходим до высоковольтной линии тоже ведет по моему с Тольятти если я не ошибаюсь может быть ошибаюсь откуда на Урал перегоняют электричество высоковольтным проводам что ж такие огромные конструкции наверное где-то в 50-60-х годах это все возводилось прошлого века естественно это линия которая тянется на многие километры наверное через пол страны дабы снабдить электричеством те регионы которые особо нуждаются с детства воспоминания то что вот этот треск проводах всегда страшно стоять под этой сковольной линии прям слышно вот как ток бежит там тоже есть вывеск подойдем туда обалдеть какая просека вырублена да вот это все вдаль уходит вот они эти великаны стоят которые держат провода обалдеть и в ту сторону так же просто интересно что написано на табличке сейчас мы прочитаем и наверное вот эту часть нашей прогулки снимать закончим ну просто обратно будет то же самое что мы видели по пути сюда то есть прошли в одну сторону 2 километра где-то в другую ну 4 километра уже неплохо видно что тут дороги наезжены да читаем что мы здесь читать федеральная сетевая компания единой энергетической системы опора номер 123 вл 500 киловольт то есть напряжение 500 киловольт вот страшно подумать жигулевская гэс куйбышевская год ввода 1972 год то есть 70-х годах все таки охранная зона вл восковолитной линии 30 метров расстояние от крайних проводов а ну это вот линия нарисована филиал ОАО ФСКЕС самарская самарская ПМС телефон контактный есть то есть жигулевская ГЭС идет электричество конструкция такой треск стоит прям такое услышно набруга идет по этим проводам 500 киловольт 500 тысяч вольт такое огромное напряжение вот таким посреди природы да как бы казалось нетронутый свое время уже наверное больше половека назад заведены вот такие конструкции ну все это нужно ну я так понимаю все это за этим следят вот поддерживают видно подметонировали даже заливали потому что ну явно коробка это не с самого начала то есть что-то подремонтируют подпроверяют на болтах таких ну наверное на этом остановимся таких прогулок у нас будет еще очень много и будем снимать где гуляем как гуляем хочется просто порекомендовать наверное чтобы вы присоединялись и гуляли вместе с нами ну образно то есть тоже не сидели на диване больше двигались у птички какие-то интересные летают необычные потому что движение это жизнь давайте жить вместе тоât давайте сначала что что сейчас это будет стоит Продолжение следует...